Знаете, я попал. Давайте сегодня поговорим о том, как я попал в Испанию, зачем я сюда приехал, как к этому велось. В Испанию я попал лет 10 назад. Я приехал просто в Испанию из Эстонии. Жил в Таллине. Бизнес был весь в Таллине. Я 5 лет готовился к тому, чтобы переехать в Испанию. Я здесь зимовал. Я сюда набегами приезжал постоянно. Я шопался здесь. Но мне нравилась Испания своей атмосферой, своим размером. И приехав сюда, я получил удовольствие от того, что я здесь нахожусь. И мне никуда больше отсюда не надо уезжать, потому что я всегда брал билеты в один конец. Потом я просто взял и приехал в один день. Причем вчера я решил, завтра я уже выехал. И выехал таким образом, что я сел в машину, взял несколько чемоданов, закинул и поехал в Испанию жить. Еще не имея жилья здесь. Что мне в Валенсии больше всего понравилось, это погодные условия. Потому что зимой, по большому счету, я даже на балконе загорал, сидел и работал. Даже жарко было. Еще одна вещь мне нравилась. Имел рядом теплое море, которое меня устраивало. Но также были очень большие амбиции, то, что город больше. Например, Таллинн был 350 тысяч населения, а Валенсия почти миллион. Нравилось, потому что я видел в этом возможности. Вся Испания более 40 миллионов, а вся Эстония 1 миллион 700. Мне хотелось роста какого-то. И я понимал, что здесь я добьюсь этого роста. У меня амбиции зашкаливали. Но, приехав сюда, я где-то год потерял на то, что я просто акклиматизировался, катался, изучал страну. Где-то пытался тыкаться в какие-то ниши. И не понимал, почему у меня это не проходит. Потому что, вы сами знаете, наш брат любит здесь и сейчас. А не вот эта вот долгоиграющая история. А западный мир немножко по-другому работает. Они закладывают фундамент, строят долго-долго дом. А потом уже подводят крышу и получают дивиденды. И вот этот вот процесс, а мне хочется фундамент, крыша и дивиденды. Или даже фундамент и дивиденд. Амбиция голодного волка, она мешала мне здесь какое-то время развиваться. Очень сильно. И это напрягать начинало в какие-то моменты. И потом я отпускал эту историю. Потому что понимал, что если у меня как-то не получается, ничего страшного, я попробую с другого угла или позже. Ну, в итоге я пришел к тому, что надо перестраивать свой мозг, перестраивать голову и подходить к этому, ну, наверное, на их уровне. За исключением некоторых нюансов. И стало что-то потом получаться. Но суть не в этом. Суть в том, что мне все же удалось здесь прижиться. Я уютно себя чувствовал. Ну, уютно чувствовал за счет того, что здесь сама по себе атмосфера достаточно спокойная. Без всяких, как, моральных надрывов. Но не хватало общества. И к обществу я пришел не сразу. До какого-то момента обществом были, грубо говоря, ближайшие соседи. И хотелось аккумулироваться именно в испанское общество. В Испании... Поймал свой дзен, да, потому что... В Эстонии, например, я очень сильно много обращал внимания на погоду, на погодные условия, на свое ощущение этой погоды. Она меня раздражала, висила, потому что прибалтийская зима – это, блин, отстой. А здесь зима, блин, ну, 12-15 градусов в днем. Это, блин, бывает 20-22 даже, да. Вот. И это шикарная зима, февраль месяц. Солнце всегда практически. Это сегодня пасмурно. А так, поверьте мне, блин, вот этому пасмурно я радуюсь больше, чем всему остальному. А если бы еще дождик полил, я бы вообще оргазм схватил. Время, когда ты проводишь здесь... Вот я провел здесь 10 лет, да. Я устал от этого города, он мне надоел. Я в нем комфортно себя чувствую, но он мне реально надоел. Он просто надоел. Ментальность людей достаточно медленная, размеренный образ жизни. Я примерно так же стал вести себя. Но мне все равно хочется каких-то достижений, открытий. И живя здесь, я понял, что это южная страна. И здесь Маньяна, это Маньяна. Это все завтра будет. Все, что ты не пожелаешь, все будет только завтра. Не здесь и сейчас, а только завтра. Вот. Ну вот так вот можно на скрипочке поиграть. А это собор, где священный Граль находится. Притяжение для туристов. Как туристический город, да, это шикарное место. Август я здесь не переношу, здесь влажность очень высокая. А для нас это 80-100% влажности и температуре 35-38, под 40. Ну так себе развлечение. Продолжение следует...